Официальные партнеры программы «Вкусно», сеть магазинов «Абсолют», «Кафе», «Кофетун». Чтобы приготовить настоящую китайскую кухню, я пригласил настоящую китаянку. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вкусно» и я, его ведущий, Ирван Борисович. Будьте добры, мне вот кусочек вот этой свинины, пожалуйста. Спасибо. Ну что ж, какая китайская кухня без пекинской капусты? Поэтому, на мой взгляд, в абсолюте есть хороший ассортимент пекинской капусты. Но я возьму вот здесь, есть такая замечательная пачка из трех пекинских капуст. Еще возьму огурец. Ну а вот здесь я не знаю, какой зеленый перец моему гостю нужен, но я возьму один такой с красным-зеленым и возьму острый. Все-таки китайская кухня – это острая кухня. И возьмем две таких зелененьких. О, падает. Так, и еще возьмем морковь. Ой, такой набор моркови. Ну что ж, без соевого соуса китайская кухня, мне кажется, не получится. Поэтому мы берем соевый соус. Ну что ж, все продукты мы набрали, а теперь направляемся на кухню. Здравствуйте. Рад вас видеть в моей студии. Ни хао, Ирланд Сеншин. Уважаемые телезрители, у меня в гостях Джао Дин Лин, представительница китайского народа. И сегодня мы будем готовить настоящие китайские блюда. И я знаю, что вас по-русски зовут Вера. Да. Если вы позволите, я буду с вами общаться по этой имени. Да, конечно. Вера, очень приятно еще раз скажу, что вы находитесь у нас в студии. И надеюсь, что мы сегодня будем готовить именно те блюда, которые по традиции, по старинной традиции у вас, у каждой китайцы дома готовятся вот такие вкусные блюда. Да, конечно. Я постараюсь. Ну, конечно, с вашей помощью. Ну, и хотелось бы сразу представить, что Вера приехала к нам не просто, а вот принесла с собой свой собственный нож, такой маленький топорик, да, китайский, который никакой китайский не обходится. Именно без такой ножи. Да. Так что давайте, расскажите, что будем готовить. Я буду сегодня помогать вам во всем. Хорошо. Так, первое блюдо, значит, мы будем готовить салат с пекинской капустой с кархмен лапшой. А второй будет горячее блюдо, свинина с баклажанами. Вера, но я думаю, что для лапши нам нужна кипяченая вода, да? Да. Как вода скипит, значит, мы опускаем его на 3-5 минут заваривать. Хорошо. Тогда давай немножко забудем о крахмале лапши. Сейчас начнем резать капусту. Капуста пекинская? Да, пекинская капуста. И чашку нам нужна глубокая. Чашка, давай. Прозрачной пойдет? Да, обязательно. И как раз мои телезрители увидят, что мы туда кладем и как мы вообще режем. Вы мне скажите, я тоже хочу резать. Да, давайте мы начнем еще с капусты. Давай. Режите соломкой. Все, хорошо. А соломкой прямо или по диагоналю можно? Можно по диагоналу, да. Вера, скажите, пожалуйста, вот этот салат, кто вас научил этому салату и откуда вы знаете вот этот рецепт? Потому что... У меня отец вообще как бы тоже китайский повар. Ага. То есть с раннего возраста. А заметь, уважаемые телезрители, не хуже меня режет Вера. Так что, настоящая истинная китаянка. Ну, как сказать, у нас основной это мужчина готовит, но приходится мне... Только мужчина готовит? Ну, не только, конечно. Вот именно, что в основном дома все мужчины готовят. Ну, ладно. Я прервал, конечно, вы меня извините, но это прям про отца говорили. Что отец, да, учил вам этот рецепт? Да. Ну, а как зовут папу? Евгений Александрович. О, Евгений Александрович. Папа русский, да, получается? Папу, да, у нас метис. Как бы совершенно китайцы не похожи. Да? Да. Вы знаете, а мама китаянка, да? Мама китаянка. Мама китаянка. Они живут здесь тоже в России или они живут в Китае? Ну, у меня отец здесь живет. Мама осталась в Китае. Это было как... Отец... То есть мы с отцом приехали в 90-е годы и остались. То есть папа у вас вырастет? Да. Так получается, да? Слушайте, ну, все-таки нужно шляпу снимать перед папой, да? Но я знаю, что и вы с мамой тоже общались и общаетесь, правильно? Вы часто в Китае ездите? Как правило, год в раз. Раньше чаще ездила, когда сын у меня жил в Китае. Вот. То есть у вас сколько детей получается? Один. Один ребенок? Один ребенок. Так. Вы в России живете. В чем проблема? Почему один ребенок? Один ребенок, ну... Ой, ребенок надо вырасти, прокормить, выучить. Это... Выучить, да? Самое главное, да? Ну, да, конечно, сейчас очень трудно иметь несколько... Ну, я имею в виду, что больше трех нельзя никак, потому что, да, я смотрю, вы покрупнее, да, видите, а я что-то потоньше. Ничего? Она, знаете, ничего у него страшного. А, нужно покрупнее, чтобы она не сочилась, да? Да, да. А, ну так легче мне, конечно, покрупнее. Да. Ну, ладно, хорошо. Все, я исправил оглашек. Так, у нас вода скипела. Угу. Должен опустить лапшу. Лапшу. Ну, пока Вера опускает лапшу в кипящую воду, это очень элементарно делается, просто в кипящую воду добавляем крахмальную лапшу. Морковку сюда. Морковь. Ага. И можно сюда... Режем так же, да, как огурец? Режем так же, как огурец. Пополам? Нет. Сразу начинаете. А, отсюда все идем. Хорошо. Можно мне тогда еще одну острую перец, наверное, сюда. О, заметьте, я взял острый перец. Острый перец. Это, как говорится, мы сегодня заправку острые не будем делать. Одну хватит. А сладкие надо? Нет, не надо. Не надо. Это, то есть, вообще ли... При желании, да? При желании, да. Если кто-то не любит острый, можно добавить просто сладкий перец. Морковь весь нужен или половину? Так, мы сейчас... Половину видно. А, Вера, скажите, пожалуйста, вот сегодня мы будем готовить еще и второй... О, успели. Ну, я думаю, что она будет готова уже. Да. Давайте ее промоем. Давайте промоем. Холодной водой. Холодная вода, пожалуйста. Ну что, я вижу, что, Вера, уже лапшу ты режешь, да? Да, немножко ее надо порезать, потому что она как-никак линоватая. То есть, я еще, знаете, как сделаю? Она еще в воде, я беру ножницы и вот так начинаю и в воде... Сразу резать. Да. Можно же так? Да, конечно, можно. То есть... В ресторане так и делают, чтобы как бы быстрее было. А что вы закончили? У вас образование какое? Вот это же интересно. Образование. Вы в России закончили, образование получали или в Китае? Я закончила здесь у нас в Бурятии. Торговый, экономический сей 12. Повар, технолог, общественное питание. Рядом со мной стоит халимя моя. Так, знаешь, что вы... Это было очень давно? Да? Да. Выучилась. Но вы не работали по профессии? Не, почему? Я работала... Правда? Да. Я работала как? Училась. Летом работала. Ага. Ну, а после учебы, как говорится, практик тоже проходила. В Таджикистане проходила там практик. Ух ты! 5 месяцев. Да, 5 месяцев. Сейчас морковь добавляем сюда, да? О, какой красивый салат! Знаете, почему мне моя программа нравится? Потому что ко мне приходят разные национальности, разные гости и показывают такие шибериальные такие блюда, понимаете? Но можно сказать, что не каждый день увидишь такие салаты, да? И что нужно делать? Так, чеснок нам нужно сюда в сыром виде добавить. Как вам? Давайте мы сейчас ополовиним. Давайте. Ваш топор. Я делаю вот так. Я давлю или как? Да. Давить потом резать? Да. Обязательно давим. Так, сейчас я этот салат сюда поставлю. О, аромат чеснока пошла. И режем. Так. Помельче. Совсем мельче? Да. Очень мелко-мелко. Хорошо. Я это делаю немножко по-другому. Я так думаю, что без соевого соуса, наверное, не обойдемся, да? Да, не обойдемся. Мы сейчас это соевое соусы будем добавлять именно в мясо. В мясо? Да. Сюда чуть-чуть мяса будем лезать соломкой. Ага. Обжаривать. Потом туда будем лук добавлять обжаренный. И туда соевой соус. Замечательно. Так, все. Этот чеснок мы добавляем в салат наш. Прямо в салат? Да, прямо в салат. Сейчас самое главное, заправка, как говорится, к мясу, нужно порезать очень тоненько соломкой. Чтобы его потом добавлять. Да. Так, очень тоненько. А мясо-то какое классное. В абсолюте очень хороший выбор. Посмотрите, вот мясо какое красивое. Да. Салат тоже у нас красавец. Так. И что нужно делать? Главное, знаете, сюда, наверное... Тоненько-тоненько, да? Да, чтобы грамм сто, наверное. Но мы будем жарить же, да? Да, будем жарить. Ладно, хорошо. Давайте я, значит, порежем лук. Лук репчатый, да? Да. Это вкусный салат. Так, Вера, я режу тонким просто соломочкой, да? Да, просто соломкой. Поскольку у нас все соломочкой, да? Мы режем соломочкой. Да. Просто талое мясо резать соломкой, это очень тяжело немножко. Зато вкус будет очень вкусно. Да. Обычно я, сколько замечал, в китае режут мертвое мясо. Давайте мы сейчас, в это время, пока вы режете мясо, я чуть-чуть посолю ее. Здесь скорость не прибавишь, но то, что тоненько порежешь, это мы постараемся. Уважаемая Вера, скажите, пожалуйста, как пожарить это мясо? Так, мы ставим сковородку, значит. Сковородку нагреваем. Самое быстрое одно. Хорошо. Самое быстрое будет. И мы сделаем самую быструю. И, наверное, в это время мы скажем, какие у нас специи есть в салату. Самое главное, что вы принесли с собой специи, это настоящие китайские специи. Расскажите, что это вообще и как, и где наши телезрители могут приобрести именно такой специи настоящие китайские специи. Так, такой специи у нас можно на центральный рынок найти. Значит, такой пачке, он называется видин, а еще называют корейский соль. То есть, это же приправа называется корейский соль? Корейский соль, а по-русски, вообще, как бы, обычно здесь на пачке по-русски написано, но здесь именно с Китая привезенные по-русски нет, а в магазине будет написано. Понял, в общем, это оригинал, это оригинал. Еще наше, здесь будет написано, допустим, усилитель вкуса называется. А, все, усилитель вкуса, это мне знакомо. Я раньше пользовался, а потом чувствую, что я привыкаю к этому приправу, поэтому я сразу... Да, то есть, это право каждой семье пользуется, как бы каждый. Так, и вот такой пачка желтая, здесь, заметьте, такой дяденька нарисован. Дяденька, это кто это? Что за дяденька? Да, но это именно он создал вот этого приправа, фирменный. Придумал он. Да, он придумал он. Это прямо здесь написано, китайском, 13 специй в одном. То есть, он идеально для всех блюзов. Если у меня где-то было 5 смесив перца, да, а теперь 15 смесив. Да, то есть, он пахнет именно китайской специей. Чувствуется. Ну, давайте, давайте, завораживайте, чтобы здесь пахло китайскими специями. Масло у нас согрелось. Ага. Мы ложим мясо. Все, начинается самый кульминационный момент для салата нашего. Мясо жарим. Давай чашку. Угу. Вот именно так и выглядит китайская кухня только на газе. На газе варят, жарят китайцы и на многом количестве масла. То есть, буквально получается, как будто во фритюре ты жаришь мясо. Да? Да, да. Так, нам еще нужно сюда будет добавить лук. Сейчас мясо обжарим и добавим сюда соевый стол. Чуть позже лук, да, пропускаем? Или сейчас уже лук? Нет, сейчас мясо обжарится. К празднику Светлой Пасхи Абсолют предлагает качественное охлажденное мясо. Антрикот свиной. Лопаточная мякоть. Всего 175 рублей за килограмм. Ровные, как гладь океана. Притягивающий взор. Как женская красота. Расширяющие пространство до размеров вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она готова? Готовая. Так, соевый соус? Соевый соус добавляю. А приправа нужна, не нужна? Мы сейчас чуть-чуть об цвет дадим, чтобы она попилась. И в конце варка добавим. Сколько нужно соевый соус? Так, чтобы она цвету дала. А, в общем, мясо должно быть такой коричноватый, да, немножко? Бледно-коричноватый. Все, все, достаточно. Так. Так, добавляем вот это вот специи. 15 смесов. 13. Ой, 13. Не, увеличиваю немножко, ладно. Вы уж меня простите. Так, чуть-чуть. Сейчас должен быть вот этот взрыв, да, китайский запах, и такие так вкусные. О, пошло. Точно пошло. Вот она откуда пахнет так, да. Ну, в ресторане, конечно, они не это пользуются. Они пользуются, у каждой специи много-много. Да, я видел, я работал с китайцем, и я вот недавно был в Китае. Это усилитель вкуса, похоже даже. Чуть-чуть можно ее добавить. Немножко усиливаем вкус. И я видел, что мои коллеги вот как бы ставят, у них вот такие маленькие чашки, чуть побольше может быть. Такой длинный червак. Они берут чуть-чуть, ну, в общем, крахмал, пиво, сахар, там, соль, перец, короче. Да. Все вот добавляют, добавляют щепит сковородку. Все, это мы включаем. Готово. 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 Надо дать остыть. А, мы даем остывать, да? Да. Все, как скажете. Вера, я знаю, что мы еще будем готовить второе основное блюдо. Вот мясо свинины. Свинину мы также режем соломкой. Только покрупнее, наверное. Чуть-чуть покрупнее, да. Хорошо. И баклажаны. Давайте я баклажаны порежу. Давайте вы баклажаны. И какую-нибудь чашечку. Так, это мы убираем. Так, баклажана мягкая. Если, как говорится, бывает же, баклажана очень, допустим, жесткая, допустим, шкурка, нужно ее будет снять. Ага. Вот так, значит, давите. Как? Ну вот, пальцем просто давите, если она мягкая. Если она мягкая, то можно со шкуры. Да. Ага, если она твердая, то нужно снять. Да. Так, ну это еще один секрет такой небольшой для вас, дорогие телезрители. Мясо готово. Овощи мы порезали. Мясо, овощи, все готово. И нам сюда обязательно нужно добавить чеснок. Чеснок, пожалуйста, есть. Баклажаны обязательно нужно чеснок добавить. Сколько? Так, ее можно побольше. Давайте всю, которая вот у меня есть, вот мы почистили, вот столько. И можно покрупнее, да. Покрупнее, да? Покрупнее, да? Покрупнее, то есть, да, ее наполовину. Давить и? Да. Уж какой уж получится, да, вот так. Вот так. Произвольно получается вот так. Остыл мясо? Да. Можно добавлять? Добавляем салат? Да, будем добавлять сейчас. Пожалуйста, салат здесь. Так, это нам нужен уже. Все убираем. Мы чеснок в мясо будем, когда жарится, добавлять, когда мясо в сковородке или мы сначала чеснок, потом мясо или как мясо? Нет, мы будем сначала мясо жарить. А, или это баклажан чесноком, да? Да, это будет баклажан, но это в конце, в самом конце, когда и мясо, и овощи, и как бы все обжарится. Все. О, красота-то какая. Знаете, вот именно этот салат, да, нужно помешать. Ага, этот салат. Все готов, совершенно готов. Для приготовления пекинского салата вам потребуется пекинская капуста, огурец, крахмальная лапша, морковь, перец острый, чеснок, филе свинины, лук репчатый, подсолнечное масло, усилитель вкуса, приправа из 13 специй, соевый соус. Так, вот будет шипеть сейчас, да? Давай. Ну, процесс такой же. Да, мясо так обжариваем. А здесь принципиальная очередность овощей или нет? Или как везде, сначала твердый, потом чуть твердее, потом уже лук в конце, наверное, да? Да, да, мы будем так именно ложить. А, у нас еще баклажан сюда пойдет, да? Баклажан у нас в последнюю очередь пойдет. Последнюю очередь. Вот, последнюю очередь. Так, мы перец добавили, соевый соус добавляем сейчас тоже. Соевый соус. Это дело я люблю. Опа-опа-опа-опа. Тара-ты-та-та-там. Хорош. Хорош? Ага. Как скажете. Все это размешивается. Тоже, чтобы мясо пропиталось в этот соус. Потом добавим лук. Все, добавляем. О, класс. Сюда еще баклажаны, я представляю. Это будет вообще, как в народе говорят, бомба. Вкусно. Все это жарится. Вы там что-то говорите, да? Нет. В уме ничего не говорите? Нет. Песню поете, да? Нет, не поем перец. Я сейчас думаю, все, пора нам специи добавлять. А, вы это говорили, да? Я говорю. Я почувствовал, что-то вы там говорите. Здесь мы добавляем такое же специи. Надеюсь, эти специи у меня останутся. Останутся обязательно. Вот, замечательно. Мы добавляем баклажаны. Баклажаны все добавляем, значит. Вот здесь Вера поделился секретом, что баклажан, если шкура, она такая мягкая, буквально кончиком ногти вот так, когда начинает подавить, да, чувствуется, она мягкая или твердая. Если мягкая, то не чистим мы баклажан. А если твердая, то надо чистить, да? Да, обязательно. Вот. Потому что баклажан сама по себе очень нежная, а если она будет там мешаться, то эта баклажана будет немножко испорченная, конечно. Но так все идеально. Ой, а как вкусно! Какие запахи, вы не представляете. И сейчас буквально немножко и будем это пробовать. Сейчас вот это вот масло, видите, очень много, она сейчас все впитается в баклажан. Вот секрет, что баклажан вообще впитывает все полностью, и масло вот эта сочность, да, все в себе. Да, и соус, да. Поэтому даже мне кажется, что здесь мало вот этого масла, да? Нет, мало не будет. Это, конечно, если было бы очень быстро огни, как положено. Сковородка бок. Да, она уже все, все впитывается и все. В общем, это блюдо нужно готовить очень быстро. Да, то есть это блюдо можно приготовить, скажем, за 15 минут в домашнем условии. Мы готовим уже за 15 минут. А сюда вообще никакие зелени, ни кинзы, ничего? Я знаю, что китайцы любят кинзу? Нет, баклажаны нет. Кинзу в основном добавляются в салатах, в супах некоторые бывают, такой более постный. Вот это очень важно. Немножко делитесь, куда что добавляем. Баклажаны, я уже говорила, она обязательно чеснок дает. Чеснок готов? Да, чеснок. Или чуть позже? Чуть позже, да. Чуть позже. То есть в конце, в конце жарки обязательно чеснок нужно добавить. Мы сюда еще чуть-чуть посолим, наверное. Соль? Да. Нужен разве? Нужен. Соевый соус, то есть она, вот этот соус именно, она сластит. Да, вы такой и просили, такой сладкий соевый соус. Ну, как бы китайцы же как любят кисло-сладкое и все такое. Все, наше блюдо готово, да? Мы сейчас добавляем опять вот это вот. И я готов уже добавить тоже чеснок, да? Угу. Усилитель вкуса, да, добавили? Угу, добавляем. У меня слюни текут и закучатся. Все, добавляем чеснок. Да. Чеснок. Добавляем чеснок. Все перемешиваем. Добавили чеснок и немножко осталось. Печку уже можно отключать. Печку мы отключаем. Все мы это убираем, потому что нам ничего не нужно. Добавляем чеснок. Для приготовления свинины с баклажанами вам потребуется филе свинины, баклажаны, морковь, перец острый, лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соевый соус, приправа из 13 специй, усилитель вкуса. Вера, спасибо большое, что ты пришла и приготовила со мной вместе вот такие замечательные блюда, и на мой взгляд это все получилось. Готовьте еще другие блюда, мы обязательно встретимся в нашей студии. Так, значит, у меня для вас свиничек, это город Харбин, откуда я родом, где я родилась, это старинный русский город, который русские там были, строили этот город, там памятник, церковь остались, как бы такие вот места. У меня же, честно говоря, мурашки пошли, потому что вы так прям трогательно. Парк Сталин называется, и традиционные палочки китайские, надеюсь, вы уже научились пользоваться. Да, научился, я уже умею его держать и пользоваться. Ой, спасибо, такие они красивые, это вот такой замечательный, чудесный подарок, и я думаю, что ваш магнитик тоже здесь Харбин будет украшать. Ну, а палочки я далеко не уберу, оставлю здесь, потому что буду пробовать такие замечательные блюда. Вера, спасибо еще раз большое. Вам большое спасибо, что пригласили. Тебе, что пришла и приготовила, и поделилась такими замечательными блюдами. Ну что ж, уважаемые телезрители, на таком вкусном ноте хочу вам пожелать приятного аппетита, и я ваш Ервант Борисович. К празднику Светлой Пасхи Абсолют предлагает качественное охлажденное мясо. Антрикот с виной, лопаточная мякоть. Всего 175 рублей за килограмм. Ровные, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющие пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова